13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И здесь, в студии, Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Он будет выражать сегодня свое особое мнение. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем-всем-всем добрый день и всем приятного аппетита. Да, мы уже поели. Ну да, мы уже поели поесть прекрасные свежие пиццы. Да, и вам того же. Давай начнем с тобой мы с замечательных совершенно феерических новостей, которые имеют свое развитие каждый день буквально на двух ресурсах. Уж не знаю, надо ли их называть, потому что называются-то они практически одинаково. И такое ощущение, что они соревнуются просто в комментариях и выдаче этих новостей, касающихся возможным или невозможным, теперь уже непонятно, кадровым перестановкам. И здесь звучит... В городской администрации. В городской администрации и в правительстве. И здесь звучат две фамилии. Ну, во-первых, один из ресурсов заявляет уже в течение долгого времени, как они пишут, с 3-го буквально февраля, что господин Перескоков, который возглавляет городскую администрацию, покидает свой пост 14 февраля, даже дата называется, и уходит на работу в правительство, где будет заниматься... Тем же, чем занимался раньше. При нескольких губернаторах до. Да. А занимался он... Он руководил администрацией правительства. Да. И будет готовить выборы... И раньше называлась управляющей делами. Управляющей делами губернатора. Да. Да. Который отвечает, между прочим, и за выборную тоже кампанию. Правильно? Ну, в правительстве отчасти все за это отвечают. Но это очень... Это ключевая фигура, да. И это кажется очень правдоподобным. Правда же? Вот ты поверил в эти слухи? Я счел их вполне вероятными. То есть, как бы... Почему? Перескоков. Человек очень опытный и искушенный в этих играх, особенно в предвыборных. На самом деле, ты верно заметила, как, знаешь, говорят, от леча до леча, без инфаркта и паралеча, да, это вот как раз про него. То есть, он уже с конца 90-х годов работает в правительстве и пережил уже столько избирательных кампаний успешных. То есть, там, где он работает, там обычно кампании проходят успешно. Что и опыт, безусловно, требуется. Особенно вот, когда губернатор совершенно новый, еще, так сказать, неукорененный, и ему надо буквально за оставшиеся 8 месяцев совершить нечто невозможное. То есть, набрать больше 70% голосов избирателей. То есть, понятно, что такой опыт, он не может не быть востребованным. Соответственно, когда появилась вот эта информация, в нее легко поверилось. Ну и как-то, кстати говоря, дальше интересные новости тоже пошли в комментариях. Вот если придет Перескоков, дескать, то уйдет господин Бекетов, ибо они будут конкурировать на поле. Нет, это совершенно разные поляны. Есть совершенно разные поляны, и никогда они не конкурируют между собой, потому что один из них занимается идеологическим обеспечением. Это? Да, то есть, у нас есть Министерство внутренней работы, информационной в том числе работы, работы с территориями. Другой занимается чисто организационной, то есть черновой работой, то есть созданием вот этих сетей, которые будут работать в районах, работать в городе и так далее. Это немножко разные вещи, то есть техническая сторона и идеологическая сторона, они взаимодополняются. То есть, наоборот, усиливаются. Да, усиливаются, безусловно, да. Другой вопрос, что кто из них станет любимой женой губернатора в данном процессе, да, ну это решит сам губернатор. Но я думаю, когда речь идет о такого рода проекте, то тут такие вещи не бывают, да, то есть буду ли я главным, будет ли он главным. Работать надо вместе, а на выходе получить свой бонус. Ну и вот теперь другой ресурс, одноименный, но другой ресурс, он, значит, говорит о том, что все это слухи. Тут, конечно, конкуренции между ресурсами не разобраться, никак не могут в названиях. Понятно, что слухи, и слухи распускает конкурент, потому что никуда Александр Перескоков не уйдет, 14 числа он будет на месте и будет продолжать свою деятельность на этом посту, вероятно. Вот. Этому ты веришь? Понимаешь, как бы, когда речь идет о слухах, да, то есть слухи достоверные. Вот первый слух был вполне достоверен. Второй слух тоже достоверен, то есть, да, Перескоков может остаться на своем посту, собственно говоря. Ну, изменилось что-то, взвесили, решили, что у нас еще есть выборы в городскую думу. И на выбор в городскую думу, да, причем это очень важные выборы, гораздо, мне кажется, более даже важные, чем губернаторские. Да, почему так считаешь? Я об этом уже много раз говорил, потому что те люди, которые выиграют городскую думу, они фактически получат, если это будут люди не губернатора местных лиц, они получат фактически второй центр принятия решений. То есть, это получится так, что единоначалия уже в области не будет. Поэтому для Игоря Васильева очень важно, чтобы губернаторские выборы в городскую думу привели к тому, чтобы она, городская дума, стала лояльна губернатором. Это очень важно. Ну а если он не выиграет выборы губернаторские, ему будет все равно. Так ведь? Поэтому я еще раз говорю, что городские выборы это ключевые. И вполне возможно, что таланты Александра Викторовича потребовались в данной ситуации уже в городе. Этому слуху тоже можно верить. Хорошо. То есть, совсем недолго ждать осталось, чтобы понять, что произойдет. До 14-го совсем недалеко, да. Да. А все-таки давай посмотрим на фигуру Ильи Шульгина, которого называли кандидатом в головы администрации города Кирова. В данный момент он работает министром ЖКХ в правительстве областном. И как вчера тут Константин Сичихин, его характеризовал представителем Общероссийского военного фронта, он его охарактеризовал как жесткого и эффективного менеджера. И сказал, что вполне-вполне Илья Шульгин, представитель Татарстана, кстати говоря, город Казань, да, насколько мне память не изменяет, справился бы с этими обязанностями главы администрации, несмотря на то, что со всех сторон, конечно, сразу же послышались слова варяк-варяк, а то его ату. Я не думаю, что из-за того, что человек-варяк, нужно сразу кричать ату, во-первых. Это мое отношение к тому составу правительства области, которая сейчас работает, и, собственно говоря, к любым назначениям. Тем более, если посмотреть, то, условно говоря, все наши силовые структуры, они просто полны варягов, и что-то никто ату не кричит, да. Приходит новый прокурор, приходит новый там глава Следственного комитета, я не слышу никаких криков, это в порядке вещи. Почему такое отношение к исполнительной власти гражданской, я не очень понимаю. Естественно, опять же, если исходить из того, что Игорь Васильев понимает значение выбора в городскую думу для себя, для своей дальнейшей работы, если он планирует ее в Кировской области, да, неудивительно предположим, мы же предполагаем, мы же пользуемся слухами, что ему нужен лично свой, хорошо знакомый человек во главе города, который точно не будет вести двойную игру. В отличие от Александра Викторовича, который, как я уже об этом писал, бывал, бывал, замечен, так сказать, в работе на двух хозяев. Вот. Поэтому сам вариант того, что Шульгина могут, ну, там не назначить, конечно, назначить нельзя, его могут предложить городской думе для утверждения, там тоже, возможно, сложные варианты, особенно если говорить на то, что происходит в некоторых наших районах, то есть не всегда думают, голосуют за тех, кого предлагает комиссия, в комиссию входит половина членов правительства области, то есть в Советском районе и в Орловском до сих пор вопрос не решен, причем в Советском он отложен вообще на неопределенный срок, то есть там очень все сложно. Вот. Соответственно, то есть вот такая информация о том, что Шульгин может возглавить городскую администрацию, она тоже воспринимается как вполне естественная. То есть Васильев заинтересован в том, чтобы было полное взаимопонимание между областью и городом, между областным центром Емелья. То есть в это тоже поверилось легко. Более того, мне даже идея понравилась, потому что я сам всегда как раз говорил о том, что область не заинтересована в параллельных центрах принятия решений, потому что работать надо всем. Форомы дружно, а не дискутировать, да, кто там сильнее, у кого что длиннее. Вот. Поэтому как бы вот такое назначение, ну, условно говоря, Шульгина было бы вполне естественным. А как бы он справился с командой, которая абсолютно не знает? Ну, во-первых, команду можно поменять. Вот. Вот, команду можно поменять. Затем же бы, чем занималось правительство. И даже нужно поменять, потому что вот сталкиваясь со многими вещами, которые происходят в городе, я думаю, ты тоже замечала, что многие вещи требуют очень пристального внимания, а возможно даже и каких-то очень серьезных мер. А вот. Так что новый человек мог бы поменять команду, это раз. Во-вторых, ну, смотри, вот сейчас возглавил Калининградскую область парень, сколько ему лет? Тридцать? С небольшим? Да, молодой совсем. Молодой, энергичный менеджер. Чем-то, собственно говоря, по биографии, по характеристикам напоминаю Шульгина. И ты знаешь, я не слышу криков о помощи из Калининградской области. Там вроде все спокойно и нормально, он со всеми ладит и решает свои вещи. Это нормально, почему же молодым не доверяют. То есть я не видел ничего плохого в том, чтобы городскую администрацию возглавил именно вот. Ну и что, что, варяг. Вот я об этом не вижу никакой беды. Там ведь еще история, которая касается города в этом году, связана с огромными деньгами, которые приходят на ремонт дорог и сразу несколькими федеральными программами по благоустройству городов. Мы сейчас поговорим об этом. Да, 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 потому что денег-то на самом деле гораздо больше, чем мы думаем, да. Через одну минутку после перерыва это особое мнение Николая Голикова. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько, она против меня, Николай Голиков. И именно его особое мнение вы сегодня слушаете. Итак, на город манна небесная в этом году прольется. Манна федеральная. В виде федеральных денег, поэтому и манна, и свои же. Ну, федеральные деньги, они части тоже наши, да. И тут вопрос, вот как раз когда мы с тобой обсуждали о том, придет ли новый человек, например, Шугин или кто-то другой от команды губернатора на пост главы администрации, или останется Перескоков, мне кажется, это тоже как-то взаимосвязанные вещи все-таки. Кто эти деньги освоит и с чем останется город? Смотри, Свет, ты говорила по тем деньгам, о которых уже всем известно давно, которые выделены на благоустройство городской территории, на парки, скверы и так далее. С этими деньгами вполне нормально может справиться и Перескоков, потому что человек городское хозяйство уже изучивший, знающий, проблемы города ему уже более-менее стали известны. Но они не что по сравнению с миллиардом на дороге? — Миллиард на дороге — это тоже миллиард на дороге, а еще ведь есть 2,7 миллиарда, которые могут быть выделены нам по проекту «Большой Киров». А вот это уже задача, которая, мне кажется, нынешнему нашему муниципалитету не по зубам, потому что это межмуниципальный проект. Там задействованы город Киров, и город Слободской, и город Кирово-Чапецк. — Агломерация. — Это агломерация, да. Это сложный межмуниципальный проект, и он скорее уже идет не ведомственный, не какой-то территориальный, он ведет как бы уже пространственный такой проект, который решать у нас пока еще никому не приходилось. — Ни в правительстве, ни в администрации. — Да, вот как раз в правительстве-то я думаю, что вот люди с другим мышлением, вроде вот, на вроде вот Шульгина, о котором мы говорим, да, для них эта задача вполне разрешимая, потому что они люди новой формации, для них ничего страшного в выражении там пространственного развития или территориального планирования нет. А для людей, которые привыкли жить уже вот в строгих рамках, вот мой муниципалитет — это моя земля, а вот здесь граница и дальше я не знаю, да, для них это будет довольно-таки сложно, потому что здесь не просто ведь надо будет напланировать и сделать, да, потратить деньги, а очень много идет согласований, очень много где надо будет наступать на горло собственной песни, потому что три интересанта у этого проекта, да, соответственно, надо уметь договариваться, а не просто командовать. — Ты сейчас про города говоришь. — Да, я говорю, извини, Слободской и Чепецк — это совершенно крупная, хорошая, самостоятельная, очень сильная города. И у них есть у каждого свои интересы, которые просто так вот, мы как-то, не знаю, говорили, нет с тобой этот проект дороги от Чепецка до Слободского, да? — Да. — То есть нормально, хорошо, их надо связывать дорогой, но при этом рассчитывается... — У тебя был большой материал по этому. — Да-да-да, но не мой, правда, я его писал Андрея Зориевна, но я просто сейчас вкратце мысль скажу. Но кто-то рассчитал ли, что после этого станет со Слободским, когда туда вдруг хлынет вот этот огромный поток машин, выдержат ли улицы Слободского, кто будет обслуживать эту трассу и так далее? — Здесь, когда идет речь о такого рода проектов, надо учитывать очень-очень много вещей, последствий, согласовывать их еще с двумя сторонами. Поэтому вполне возможно, что в этом плане, вот в этом свете, да, в свете вот этих вот денег, которые могут поступить, завтра пройдет, насколько я знаю, Министерство строительства общественное обсуждение. — Да, я как раз хотела наполнить о нем. — Да-да-да, в 11 часов, да? — Оно пройдет в 11 часов, и сегодня до 3 часов дня еще можно зарегистрироваться на эту тему. — То есть там просто надо позвонить, сказать, да, свою фамилию, свой телефон, и поучаствовать. — 54-16-94. На сайте общественной палаты висит анонс, потому что на сайте правительства заблудиться можно. Всем, кто хочет поучаствовать в обсуждении, вот, пожалуйста, еще сегодня успевайте зарегистрировать. — Это очень, по идее, вот шаг в развитие агломерации, это очень большой шаг вперед, и, безусловно, его надо сделать грамотно. Поэтому в этом вот смысле, в этом свете, да, появление Шульгина в администрации города было бы объяснимо. Потому что это деньги, которые идут не просто там, на муниципальные нужды, а на межмуниципальный проект. Вот. — Да, как всегда. Логика в словах твоих. — Как раз мы буквально на той неделе обсуждали вот этот проект Большого Кирова. У нас же президент Путин подписал указ об основах, новых основах регионального развития России, и где как раз внимание агломерациям уделяется очень большое. Наоборот, те территории, которые лишены таких центров, да, вот, они немножко из этой программы выпадают. — Вот здесь очень интересная история, я помню, вы с тобой ее обсуждали, мне кажется, и слушателям нашим тоже будет мне безинтересно. Почему важно привыкать к этому слову агломерация? И что такое произойдет, если у нас эта агломерация не сложится? — Если у нас эта агломерация не сложится, я вынужден сразу сказать грустный итог. То есть постепенно, и это мое мнение, и мнение очень многих людей, с которыми мы это обсуждали, да, постепенно нашу область сначала немножечко накусят по бокам, территории некоторые отойдут, а потом все оставшиеся тоже куда-то отойдет, потому что без создания вот такого крупного центра, сейчас же вообще мир состоит не из стран и не из региона, он состоит из городов. Это вот, это уже, как бы можно сказать... — Мегаполисы. — Да, ну, мегаполисы, можно по-разному назвать, агломерации можно называть, да? То есть это некие места, которые в себе, как бы соединяют в себе вот это интеллектуальный ресурс. Это сейчас самое главное, что есть в мире, это интеллектуальный ресурс. У нас, слава богу, город Киров в плане науки, в плане образования, это очень хороший город, качественный город. Здесь у нас центр промышленного развития, здесь у нас, может быть, центр каких-то IT-технологий, чего-то еще новых технологий и так далее. Причем люди, живущие в Кирове, могут работать где угодно. Люди, живущие в большом городе, могут работать, будучи обеспечены инфраструктурно, да? Они могут работать где угодно, хоть в Нью-Йорке, да? Сама знаю, сейчас сложностей никаких нет. А люди, которые живут за пределами агломерации, имеют очень много проблем. Поэтому, как бы, для того, чтобы развивать территорию, нужно развивать и этот центр. Это очень важно, мне кажется, сейчас. Вот, тем более для такого региона, как наш, с очень низкой плотностью населения, вот, в общей своей массе, да, с неосвоенными очень большими территориями, то есть нам надо что-то иметь. То есть, вот, если мы эту программу не исполним, а она до 2025 года в разных своих там опостасях есть, то город Киров сам по себе вполне может превратиться в такой Детройт, например? Даже нет, Детройт это слишком хорошо для нас, сказано. Мы превратимся в какой-нибудь такой райцентр, скажем так. Райцентр. Райцентр. Детройт, по-прежнему, довольно-таки значительный город, хотя автомобилистроение там на минусе. Тем не менее, там за счет очень многих вещей Детройт еще сохранился. Ну да, там все, по крайней мере. Райцентр. 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 Станы ведь измают деньги, когда из бюджета, они частично идут потом на выравнивание нашей с ним бюджетной обеспеченности. Может быть, это сделать в натуре. Отдать опять Вятские поляны? Вятские поляны, Малмышки, Месси, я думаю, что... Как же наша черноземная земля единственная в области? Самое интересное, что Малмышский район по сельскому хозяйству далеко не лидер сейчас кероскому. Да, вот я читаю часто газету Малмышского района, там они очень так сядут на слабое развитие своего сельского хозяйства, на самом деле. Дело ведь не в том, какая там земля... Это претензия уже к министру сельского хозяйства. Дело не в том, какая там земля, дело в том, как организовано работает, как сделана работа, как выделяются какие-то субсидии, как оно сельское хозяйство без этого не живет. Соответственно, я думаю, что надо в инициативном порядке, не то чтобы я от слова избавляться не хочу, просто провести никакую административную территориальную реформу. Сделать область более компактной, потому что одно из главных условий получения дальнейшей дотации, это как раз определенная плотность населения. И определенная... для того, чтобы эта плотность сохранялась и наоборот возрастала, надо еще решать демографические проблемы. Ах, на такой области мы их решить не можем, мы это уже видим. На такой огромной территории. На такой территории огромной, да, не обеспеченной инфраструктурной, мы их решить не можем. А так как интересующая сторона есть, потому что, как бы, в Родатские поляны мы уже... Сколько у нас 7 регионов с нами гранили? Ой, 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 не 9 лет. У нас очень много. У нас самая большая область по числу соседей, которые все время забывают число там. По крайней мере, я в свое время, там, 10 лет назад, когда работал в Коми и занимался опросом, как бы, топ-людей в Коми, по поводу того, интересны ли им расширения Коми на юг. Вот эти вот фигуры влияния в Республике Коми, так сказать, очень активно высказывают за то, что, да, южные территории, представляете, за них это южные территории, очень нужны для развития сельского хозяйства. У нас они... Им нужны. Да, потому что они даже на своем юге сейчас уже довольно-таки подняли сельское хозяйство, отказываются от многих наших продуктов даже. Так у них там программы какие-то замечательные. Конечно, а если они получат еще южные территории, да, Узский район, предположим, для них юг. Так, Катя, скажи, пожалуйста, ты говоришь, нужно в инициативном порядке, а как это? Это очень довольно-таки просто, мы же не вносим таким образом никаких изменений в ту же Конституцию, Кировская область остается. А эти вопросы, они решаются, есть порядок решения, когда, скажем, проводится референдум в районе, жители высказываются за присоединение, соответственно, законодательный орган у нас. А референдум-то кто должен инициировать? Губернатор, что ли? Мы должны инициировать референдум. Граждане? Граждане инициировать, должна быть поддержка от правительства. Граждане-то регулярно что-то там инициировать по этому поводу. Этот референдум проводится, жители выражают свое мнение, например, мы хотим жить в Коме, да, мы хотим жить в Коме. Но только вот здесь, вот здесь, вот в сером здании уже должно быть принято решение. После этого наш АЗС принимает решение, что мы не против, после этого там, как у них называется, уже забыл, в Коме. Красивое здание, как называется, не помню, не так, как у нас, вот, у них, соответственно, это собрание принимает свое решение, что они не против. Это, по-моему, Белый дом, нет? Как же у них называется? Ну, красивое. Красивое здание, мы же там гуляли с тобой по этой площади, как раз, где Ленин стоит в Коме, где глобус республики Коме расположен. Вот, и там как раз тоже принимает, соответственно, это все прописано решение о том, что мы не против, и происходит просто изменение карты. На самом деле больше ничего страшного не происходит, все это делается. Населенные пункты, они довольно часто меняют свою подчиненность, в том числе несколько пунктов. А когда это у нас в стране в последний раз такое происходило? Ты знаешь, пока нет. Но дело в том, что что-то происходить должно, да, потому что надо что-то менять в нашей географии, потому что такую область, пустую, да, у нас ресурсов просто не хватит содержать. Нужно ресурсы сконцентрировать в центре и, может быть, в какой-то еще группе областей. И, соответственно, эта технология, она не такая страшная. В принципе, та же самая, что проходит с укроплением муниципалитетов, да, приходят, проводят опрос населения, говорят, вы хотите соединиться с другими муниципалитетами? Там говорят, мы хотим. Потом, соответственно, Думы вот эти вот сельские принимают решение, и муниципалитеты объединяются. Технология одинаковая. Ты считаешь, что такие решения можно принять на уровне региона? Разве это не федеральная стратегия? Вот как раз федеральная стратегия уже прописана. Вот эти основы нового территориального развития, регионального развития, они как раз прописывают, в том числе, в основном они прописывают вопросы пространственного решения, независимые от границ федеральных округов и регионов, понимаешь? То есть они как бы предполагают, что эти границы могут меняться. Почему, кстати, у нас пошла вновь речь об укроплении регионов? Снова ведь, да, ни с того ни с сего. Вдруг Матвиенко заговорила о укроплении регионов. Она ведь это, извини, не наше средство массовой информации, которое может любой слух сбросить просто так. У меня просьба тебе такая большая. Да. В эфире озвучиваю в прямой. Давайте мы сделаем открытое обсуждение здесь, на нашей площадке, этого вопроса по агломерации, как она должна выстраиваться. Ведь ваш же клуб экспертный собирается. Мы уже обсуждали вот этот вопрос. Но вы там уже не обсуждаете. Нет, мы обсуждали не у себя, мы все это опубликуем. Мы, безусловно, согласен это сделаем. Вот, обещаешь? Да. Сейчас уйдем на рекламный перерыв. Буквально через две минуты продолжится особое мнение Николая Голикова. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Здравствуйте, еще один раз. Да. Вот мы уже с тобой сказали, что завтра будет общественное обсуждение проекта «Безопасные и качественные дороги» в чести его реализации в городе Кирове, в частности. И что туда еще можно успеть записаться, если позвонить по телефону 54-16-94. Завтра в правительстве в 11 часов. Ты пойдешь, кстати? Я буду в это время в эфире, Свет. Ах, кто ж. Вот в этой же студии уже в качестве ведущего. Я сейчас пойду я, видимо. Но от нас человек обязательно будет. Да, потому что, конечно же, нужно посмотреть. Напоминаю, что мы тут пытаемся все это разжевывать, да, что реализация всех этих проектов одним из главных условий имеет, всех этих я имею в виду, и по благоустройству городской среды, и по дорогам, и агломерации. Из главных пунктов имеет общественное обсуждение и контроль общественно. Более того, без общественного обсуждения деньги просто не будут выделяться. Это очень серьезно, поэтому как бы надо завтра обязательно все, кто могут прийти и в этом участвовать. Ну вот на самом деле, ты знаешь, я бы, конечно, кроме вот таких общественных обсуждений, какую-то активную работу вела бы в СМИ на месте. Мы приходим к тому, с чего начали. Что у нас происходит в нашем информационном поле. Мы начали с чего. Почему это не происходит? Потому что, я думаю, во-первых, пока не отлажена работа нашего правительственного аппарата. Кстати, как и аппарата городского, который там же произошло, кадровые перемены, и там, и там. Пока еще люди не включились полностью в работу, поэтому происходят вот эти вот непонятные утечки, непонятные опровержения, непонятные информации. Ну смотри, ладно, бог с ним, с городом. Но когда официально нам сообщают, что бюджет области недопоступила 2 миллиарда рублей налога на прибыль, да, и пишут официально, что это связано с тем, что сменил налоговую юрисдикцию крупнейшее предприятие в химической отрасли. А по факту мы все слышали позавчера, когда... А позавчера господин Монцеллица говорит, ребята, на самом деле, это очень странная вещь, потому что у нас налог на прибыль по итогам 2016 года составляет 136, по-моему, миллионов рублей. Да, 136 миллионов рублей. Мы 500 миллионов рублей в качестве авансового платежа еще и заплатили, то есть еще с учетом будущего, в Кировской области. И вот эти-то 2 миллиарда, они как бы непонятно откуда взялись. Но из этого следует следующий вопрос. Почему же тогда нам там-то не говорят, откуда эти 2 миллиарда-то не допадали? Кто же их зажилил-то, да, вот эти? И вот таких вещей с тем же назначением, отставками, да, вот возникают какие-то отбросы, потом те люди, которые их бросают, их же опровергают, ссылаясь там на вечного врага. И снимают материал. Всех и вся, да. Материал начинает пропадать с сайтов, да, что вообще недопустимо. Появляется противоположное. Как бы в нашем кругу, если уж повесили ребята, ну опровергните, ну зачем же его бонить-то, убирать. И вот эта вся вот пока неразбериха, она происходит, мне кажется, потому что работа просто пока не отлажена. Пока не отлажена. Но вот здесь я к чему подвожу, что все эти проекты будут требовать общественного обсуждения? Так общественность как-то должна узнавать. Вот я могу тебе сказать, ты мне скажешь по своему зданию, а я по своему. Поэтому исключительно наша инициатива, редакционная, приглашение сюда всех, кто может об этом сказать. Оттуда никакой инициативы не идет. Почему? Это относится к тому же, потому что там еще не готовы что-либо сказать. А тебе придется же. Придется, да, но надо же подготовиться, во-вторых, не надо выглядеть смешно, во-вторых, дело совершенно новое. Понимаешь? Дело новое. Я не знаю, честно говоря, не могу сказать именно почему такая вот боязнь возникает, вот выхода в публичное пространство. Потому что такого рода стиля работы, когда, конечно, звонишь в это здание, а тебе просто отвечают коротко, слухи не комментируют. Хорошо, ребята, если вы их не комментируете, значит, они будут распространяться. Ничего страшного не было бы в том сказать, что в планах на февраль у нас нет, у нас нет в планах на февраль возвращения Перескокова в здание правительства области. Ничего там страшного нет, у нас нет таких планов. Все, ответ понятный, ясный, слух погашен. Потому что, опять же, когда Владимир Андреевич Бекетов пришел к нам на правление своих журналистов, да, и тоже возникли вопросы об этом, он конкретно сказал, слух там по тому же зятю Васильева, да. Он говорит, ребята, слух неверен, потому что у Васильева нет зятя. Все. Все. Понимаете? И все сразу становится понятно, эта тема закрывается. Там потом уже домысливость, там, сама знаешь, есть у нас гражданские браки, гражданские тещи, гражданские зятя там, но это уже юридически не зять. Вот. Соответственно, там, или там он прокомментировал статью в Коммерсанте, что 23 района он до сих пор без глав, а в некоторых там районах, там, драки, там, происходят все прочее. Ну, до драк, конечно, не доходило, если честно. До перепалок серьезных, очень, там, с последующей подачей заявлений в милицию, да, это было. Там, на севере у нас в области такие были случаи, когда очень горячего избирали глав. На самом деле, у нас, как он верно сказал, в двух районах глав до сих пор нет, а в Зуевской на тот момент его как раз переизбирали. Там уже был один глава, избран осенью. Вот его тут в срочном порядке переизбрали. Ну, как бы сейчас в Зуевский район с главой, там Анатолий Кащеев его возглавил, вот осталось два района, Советский и Орловский. То есть, соответственно, когда человек просто и коротко на это отвечает, то вопросов больше не возникает. Когда они говорят, что мы слухи не комментируем, таким образом они помогают этим слухам распространяться. Ах, раз он не говорит, значит, они точно это затеяли. Так ведь мы думаем? Конечно. Николай Голиков, его особое мнение в эфире нашей радиостанции. Вот еще хотела попросить прокомментировать интересное высказывание Игоря Владимировича Васильева, временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области, относительно приезда сюда высокопоставленных гостей. Значит, я сейчас не цитирую его, а пересказываю его слова своими. Он сказал, что вот приезд, в частности, Медведева, сейчас, возможно, Вероники Скворцев и прочее, это показатель доверия региону, да, такое проявление доверия региону. Я вот не очень поняла, что имеется в виду. Я тоже этой части его фразы не понял. Это нормальное явление, потому что министры должны ездить. Они должны ездить, они должны быть на местах, они должны видеть, что происходит, желательно, своими глазами. Я не думаю, что это, с таким же точно успехом, я могу сказать, что проявление недоверия к региону. То есть просто информации, которая поступает из региона, недостаточно, министр едет лично, чтобы посмотреть, не дурят ли ее, да. То есть это такая вольная трактовка, она всегда очень смешная, да. Ну, я всегда привожу в пример, извини, немножко отвлекусь, мне в свое время попалась такая классная книжка, в Рухе там словарь слов и выражений, употребляемых преступным элементом на территории Кировской области, Удмуртской, АССР и Коми-АССР. И я просто запомнил на всю жизнь трактовку слова «апарафинить». Там было написано «апарафинить» с целью унижения сокамерника надеть ему на голову парашу. Да, но самое интересное, а с целью возвышения можно ее надеть? Вот то же самое и здесь, доверие это или наоборот недоверие, это вольная трактовка. Министры приезжают, это нормальная работа, министры должны приезжать. Президент, премьер-министр, они должны не замыкаться там в своем садовом кольце, ездить больше видеть, больше общаться. Другое дело, что когда приезжает премьер-министр, и не заезжает практически в город, ну он как бы был в черте городской, безусловно, не заезжает в город, и еще бы я сказал, не заезжает в область, потому что область, мы только что говорили, у нас большая и очень проблемная, это, конечно, вызывает некоторое недоумение. А что приезжал-то? Что посмотрел-то? Что видел? Ты вообще что-то вынес из этого визита существенное, конкретное? Я полагаю, как всегда в таких случаях, там не было перерезания ленточки, там даже не было каких-то заявлений, кроме вот опять же таких уже чисто медведевских, у Медведева уже свой такой фонд золотых высказываний, когда там рабочие ему говорят, что у нас там старое оборудование, учить надо вот людей, надо новым учить. Он говорит, да, оборудование устарело, а деньги-то где взять? Это он сказал сейчас в Масантее, когда шла трансляция этой встречи, да, вот там такая фраза есть. То есть Медведев пополнил свой, так сказать, запас кроватых фраз. Он беспокоится, безусловно. Поэтому я не знаю, вот эта встреча Медведева с Василием, я, честно говоря, могу предположить только одно, я могу опять распустить новый слух. Потому что, когда нам не говорят о том, что было на самом деле, а чтобы приехать и поговорить о том, что да, надо бы развивать село, надо бы достроить космический центр, эти вещи решаются по телефону, там, или поездкой в Москву, в соответствующее министерство, но не на уровне первого лица государства, или второго, там, третьего, неважно. Это очень такие узкие технические вопросы, для этого не надо приезжать в Киров, да еще с такой делегацией министров. Поэтому министры, они приехали на совещание, с ними все понятно. Оборонный комплекс, это вещь такая, она требует обработки, провести совещание, можно было и в Кирове, там, в Туле, или в Коврове, неважно, там есть оборонка. А вот зачем приезжал сам? Так вот, может быть, как раз с выражением доверия? Я думаю, что он приехал чисто по партийным делам, потому что мы видим, что у нас есть некоторое обострение в отношениях Васильева, Единоросса. С кем? С местным Единороссом, представляющим местные политические элиты. Ну, Быков это, я сколько раз уже говорил. С Крепостновым? Вот, а вот с Валерием Васильевичем Крепостновым вполне вероятно, что какая-то собачка там уже между ними пробежала. Что, прям мирить приехал? Возможно, не мирить, а возможно, правильно расставить акценты. Тут вряд ли есть смысл кого-то с кем-то мирить, тут надо просто объявить, ребята, у вашей сарайчике главный сегодня вот этот, вот, например, да? Соответственно, надо правильно понимать ситуацию. Так вот, теперь становятся понятны слова Игоря Васильева. Какие еще? Что он приехал с выражением доверия правительству. Значит, он приехал с выражением доверия Игоря Васильеву. И это обращено с... Значит, соответственно, да, то есть те люди, которые... Исподину Крепостновым. Те люди, которые представляют местные, это не только Крепостновым. Элиты у нас многообразные. Просто уже Валерия Васильевича, мы тут, как знаешь, такую красную тряпку для ВК привем, у нас есть другие элиты, у нас есть там промышленная элита, есть Силенки. Они все единороссы. Есть у нас, да, есть у нас тот же Олег Дорианович Валенчук, который никуда еще не делался, да, они все единороссы. И вот когда они все-то уже единороссы, то, конечно, на публичную плоскость, как бы на поверхность, точнее, выносить то, что между немецкие это ссоры, там линии взаимопонимания, не стоило бы. Вот, поэтому, видимо, была дана команда, что Васильеву мы доверяем, соответственно, ребята, Вы свои пока вещи придержите по себе. Я так полагаю. Я не нашел другого объяснения, зачем бы еще лидеру партии «Единая Россия» приезжать в Киров, не имея особо... А как же вам такую информацию-то получил, из каких рук интересов? Ой, да господи, слушайте, вот наши элиты, они же... Я не помню, что приезжал за кем-то лидер, не лидер. Наши элиты, они же люди-то очень серьезные, они прошли 90-е, они прошли начало там 2000-х годов, они закаленные бойцы с кучей вертикальных связей. Донести до федерального центра какой-то сигнал о том, что есть проблемы, они могут вполне... У них, я думаю, достаточно вполне связи, там, знакомств и каналов. А просите, пожалуйста, что там за конфликты могут быть у крепостного с Васильевым? Ой, ты знаешь, их могло быть много, в том числе и тот же, тоже будущее города Кирова, оно могло стать частью конфликтов. Валерий Васильевич... После этого и слухи-то появились, потому что Шульгин-то был... Мы обсуждали этот вопрос до Нового года, потому что, да, действительно говорили, что, возможно, Валерий Васильевич заступит на пост. Ну, это тоже был слух. То ли Мойра, то ли глава... Это тоже был слух. Это еще это не случилось. Один слух прошел, сейчас включили другой слух, что, ребята, забудьте про слух про Кирпостного, а сейчас обсуждайте новый слух про Шульгина. Так работает все-таки информационная машина, ты понимаешь? Мы просто не знаем с тобой всех секретов, которые крутят... Мы сами эти колеса с тобой, собственно, в данный момент и крутим след. И создаем, по ходу дела, еще новые какие-то выбросы. Это была программа «Особое мнение». Вела ее Светлана Занько. Это было «Особое мнение» Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Спасибо, Светлана. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok